запись пошла до запись пошла включаем демонстрацию экрана появилась моя демонстрация микрофон выключить пожалуйста да моя обычная кнопка не работает так секунду 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 ну итак друзья здравствуйте меня зовут дмитрий жуков я являюсь администратором русской википедии вместе с тем являюсь ее активным автором википедии с 2005 года то есть я уже в проекте более 15 лет написал большое количество статей постепенно написание статьи не отказываясь параллельно я стал заниматься обучением и продвижением целом идеи свободных знаний на русском языке на языках народа в россии и вот продолжаю заниматься этим сейчас я вам коротко расскажу о том что такое википедия как она была придумана почему она стала тем чем она стала и почему важно сохранять свободные знания почему важно делиться знаниями и как хорошо для этого подходит именно википедии и так наше максимум а то на основе чего весь этот наш проект в принципе такого существует это главный такой базовый принцип мы предлагаем каждому образить мир где каждый может свободно делиться суммой всех знаний человечества именно для этого и придумана википедия для того чтобы все люди независимо от социального статуса от своего географического расположения от прочих других сдерживающих факторов имея дома компьютер имели возможность находить информацию которой с ними делятся другие волонтеры находясь на других точках земного шара то есть таким образом мы пытаемся сделать все знания накопленным человечеством доступными для каждого человека что такое вики-медиа-ру это небольшая организация которая создана в россии в 2008 году и в принципе наша организация существует для того чтобы идеалы которые я озвучивал выше продвигать дальше понятно что свободные знания не ограничиваются одной википедией есть куча других проектов которые ставят перед собой такую же задачу этими знаниями делиться и мы как бы стараемся поддерживать все эти проекты далее о них может коротенько расскажу если у нас останется время конечно же основной проект который мы поддержим это википедия свободная энциклопедия википедия на русском языке на английском языке на башкирском языке на всех языках и конечно же в большей степени мы стараемся предлагать свои усилия для развития википедии на русском языке и на википедии на языках народа в России итак очень коротко о том как создавалась википедия была создана в начале 2000-х годов создана она была предпринимателем Джимми Уэллсом изначально она называлась википедия Джимми Уэллс на заре 2000-х на начале 2000-х годов создавались крупные компании такие как Google, Amazon и прочие 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 которые сейчас стали очень-очень весомыми в нашем мире и Джимми Уэллс решил что неплохо было бы создать энциклопедию которой мог бы пользоваться каждый потому что на тот момент на английском языке существовала только электронная версия энциклопедии Britanica Britanica это аналог нашей большое советской большой российской энциклопедии, то есть национальной энциклопедии на английском языке которая была в электронном виде, в принципе она была выложена в сеть в интернет но доступ к ней был платный, а бесплатной энциклопедии как такое вообще не существовало для того чтобы создать эту новую энциклопедию Нупедия, от слова Нупедия, новая энциклопедия. Он нанял профессиональных ученых и эти ученые стали писать статьи. Прошел год и было написано около 20 статей. Он понял, что такими темпами энциклопедию создать будет невозможно. В этот момент появился у него коллега, который предложил ему создать свободную энциклопедию на движке медиа-вики. Бежок медиа-вики позволяет каждому человеку, независимо от его нахождения на земном шаре, вносить свои знания самостоятельно. А другим участникам этот движок позволяет смотреть, что вносят другие участники и вместе все это параллельно редактировать. То есть таким образом был заложен принцип создания энциклопедии, которую пишут одновременно огромное количество людей. На 15 января 2001 года была открыта энциклопедия. Изначально, конечно же, она была открыта на английском языке. И даже не то, что на английском языке, а сначала она писалась на всех языках. То есть на всех языках мира люди могли создавать статьи. Потом постепенно поняли, что это не совсем правильно, потому что, по сути, одни и те же статьи дублировали одно и то же, только на разных языках. И тогда было принято решение разделить энциклопедию на языковые разделы. И к концу 2001 года уже Википедия писалась на 18 языках, среди них и на русском, и в ней было более 20 тысяч статей. Энциклопедия Википедия развивалась очень-очень быстро, и, конечно же, ее стремительный рост пришелся вот на середину 2000-х, на начало 2010-х годов. То есть вот если вы посмотрите на график, то вы увидите, как она молниеносно росла. То есть если в начале 2004 года в ней практически ничего не создавалось, постепенно в 2004 году о ней стали узнавать все больше и большее количество людей. В 2006 году она набрала популярность, и начиная вот с 2008 года, по настоящее время, она растет вот по такой вот вверх идущей функции, прям очень-очень быстро и очень-очень молниеносно. Всего в энциклопедиях, в энциклопедии пишутся на более чем 300 языках, в Википедии, то есть имеет разделы, более чем на 300 языках, да. Из них 30 языков – это языки народа в России. Самые ведущие энциклопедии на языках народа в России – это энциклопедия на башкирском, на татарском, на чеченском языках, которые пишутся очень активно. Википедия на русском языке вот на июль 2020 года имела 1 миллион 640 тысяч статей. Но сейчас она уже имеет порядка 1 миллиона 700 статей. И что хорошо и важно отметить, что в принципе рост статей не падает, то есть динамика идет на повышение, на повышение, на повышение. Конечно же не так быстро, как это было в середине 2000-х, 2010-х годов, но в целом динамика создания новых статей создается, и люди все это создают. Итак, что такое движение Википедии? Движение Википедии – это, в общем, такое глобальное мировое движение, которое пытается объединить все свободные знания. Понятно, что все знания являются разными по своей сущности. И энциклопедия, Википедия – это энциклопедия. Что такое энциклопедия? Энциклопедия – это короткие статьи, которые дают краткий обзор темы. Понятно, что все знания мира невозможно запихнуть в энциклопедии, потому что знания мира не ограничиваются только текстовыми файлами. Это и видеофайлы, это и музыка, это и графические изображения, это и цитаты, это и книги, это и различные базы данных. И вот поэтому для того, чтобы все эти возможные знания, которые в мире существуют, объединить, на заре 2000-х годов постепенно, из года в год, создавались новые проекты под эгирией движения Викимедия, которые стараются сохранять эти знания. Комиссию основные из них, не буду там сильно усложнять. Второй позначенности после энциклопедии, после Википедии проект, это, конечно же, проект Википедия Commons. Вот его эмблемка, вот такой вот, разный кружочек, окруженный стрелочкой. Это глобальный, в самый большой в мире архив свободного медиа-контента, контента, которым может делиться каждый, потому что я не буду усложнять словами. В общем, это огромный архив фотоматериала, который может использовать каждый на свое усмотрение. Там больше 70 миллионов файлов уже на текущий момент загружено. Большинство из них, это, конечно же, картинки и фотографии, но также там присутствуют и сканы книг, также там присутствуют и видеофайлы, свободные музыкальные изображения, и т.д. и т.п. Большинство файлов, загруженных туда, используются для иллюстрации статей Википедии. То есть, практически любую картинку, которую вы видите в Википедии, она находится не в Википедии. Она загружается на Викисклад, а в Википедии лишь размещается на нее ссылочка. Следующий ресурс, о котором имеет смысл так сказать, это Викицитатник. Викицитатник – это сборище, огромное хранилище цитат выдающихся людей. То есть, люди просто занимаются тем, что собирают цитаты. Есть еще проект Викигид, который является свободным путеводителем. Есть проект Викибукс, Викикниги. Это такой глобальный проект хранилища, глобальная библиотека свободных текстов. Есть проект Викиновости, который собирает свободные новости. Есть проект Викидата, который собирает свободные базы данных. В общем, проектов большое количество. Есть и Вики-университет, который является свободным хранилищем обучающих материалов. Все эти проекты, конечно же, также развиваются. Но надо честно сказать, что, конечно же, они очень сильно по количеству людей, которые им занимаются, уступают в Википедии. Конечно же, большинство людей с себя точно на Википедии. Далее. Вот проект Википедии на языках народа в России. Я об этом уже говорил. Помимо того, что есть огромное количество Википедий, есть еще также Викитеки. Это вот огромное хранилище, я уже говорил, библиотеки. Википедия есть на татарском, на якутском языке. Есть Викицитатники, есть Викиновости, есть вот татарский даже Викиучебник. И огромное количество энциклопедий на языках народа в России. В целом, динамика продолжается. Вот в прошлом году была открыта еще одна Википедия на языках народа в России, на алтайском языке. То есть, в принципе, если есть люди в регионах носителей языка, которые бы хотели сохранять знания на своем языке, то, пожалуйста, это все, конечно же, не так просто. Но теоретически, если есть некое количество, 3-4-5 людей, которые готовы этим заниматься, которые готовы создавать энциклопедию на своем языке, то, в принципе, все это можно сделать. И Викимедиа.ру таким людям как бы помогает, мы всегда поможем, подскажем, расскажем, как все это можно сделать и реализовать. Если будут желающие, то, пожалуйста. Ну, блин, в Башкирии такой проблемы нет, в Башкортостане, потому что Википедия на башкирском языке очень хорошо развивается, есть очень большое комьюнити. И в целом нужно признать, что по количеству людей, которые ей занимаются, ну, наверное, да не наверное, а это вторая по количеству активных членов, которые участвуют в жизни проекта, энциклопедия в России после русской, то есть, ведущая на языках народов России. Что дальше? Дальше вот так вот выглядит Википедия, вот так вот выглядит Википедия, вот такое количество статей имеют Википедии на других языках. Так, конечно же, первое место занимает Википедия на английском языке, но это обуславливается тем, что огромное количество носителей английского языка существует в мире. Википедию на английском языке пишут и в Англии, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Великобритании, и в ряде стран Африки, и Азии, Африки, которые англоговорящие, то есть, ее создает огромное-огромное количество. Далее идет энциклопедия на французском, немецком, испанском языках, португальском языках, итальянском, потому что это также ведущие мировые языки, они не только в своих странах используются, то есть, очевидно, что Википедию на испанском языке пишут не только в Испании, но и во всей Латинской Америке, то есть, считай, один огромный континент, Южная Америка, по сути, создает вот такую огромную глобальную энциклопедию. Это же касается и французского языка, очень огромное, большое количество стран Африки используют французский, но Википедию на русском языке, как говорится, пишутся в основном из России, но при этом огромное количество людей, владеющих русским языком, и которые переехали в другие страны, продолжают как бы тянуться к своему языку, и также продолжают писать нашу энциклопедию. Нужно сказать, что авторов русской Википедии активно, по меньшей мере, я знаю, но, наверное, более чем с 50 стран мира, то есть, люди переехали, а все равно продолжают писать. Ну, всего в статье Википедии 54,7 миллиона, аудитория Википедии просматривается ее ежедневно, ежемесячную Википедию просматривает 97 миллионов человек. То есть, нужно понимать, что практически каждый житель нашей страны, у которого есть компьютер, у которого есть интернет, так или иначе читается в Википедии, потому что она доступна, и она всегда отходна. Ну, вот тут кратко о других энциклопедиях электронных, которые существуют. Самая большая энциклопедия, и существующая сейчас, это, конечно же, китайская энциклопедия Вайду. Она создается по принципу Википедии, но в ней нет критерий значимости, в ней можно писать абсолютно обо всем. Она имеет цензуру, хорошо это или плохо, я даже не знаю. Имеет 19,5 миллионов статей, она на китайском языке, и вот одна из самых популярных энциклопедий в Китае. Ну, вот большая российская энциклопедия имеет 80 тысяч статей. Она сейчас также старается переходить на электронную платформу. Более ровно, Леонид Путин выделил большие деньги на это. И мы с этим очень так хорошо на это смотрим, потому что Википедия, это энциклопедия, которая пишется по источникам, она пишется не из головы. И большая российская энциклопедия будет хорошим таким источником информации для пополнения Википедии. Вот так-то так. Ну, вот я уже о чем говорил, о том, о ведущих энциклопедиях, которые существуют. Вот на этом графике можно приблизительно посмотреть, какое количество статей занимает среди общего числа та или иная энциклопедия. Вот энциклопедия на английском языке, вот энциклопедия на русском. То есть, в принципе, нужно понимать, что английская Википедия самая большая, а вот Википедии на французском, на немецком, на русском, на голландском, на итальянском, они приблизительно одинаковые. Вот эти две Википедии на шведском и на сибуанском, ну, это такие проекты, которые пишутся роботами и фактически энциклопедиями не являются. То есть, там все статисты остаются автоматически, и назвать энциклопедией, ну, будет не совсем правильно. Потом по размерам. Если русскую Википедию переложить в томат большой российской энциклопедии на текущий момент, то это будет почти тысяча томов. А всего в советской энциклопедии в менее ста. То есть, это огромный, огромный массив информации. То есть, английская же Википедия вообще занимала бы вот почти три тысячи томов, с нее практически даже издать не могу. Потом дальше у нас что? Дальше по посещаемости. Википедия является самым посещаемым сайтом в мире среди некоммерческих сайтов. То есть, так как Википедия не зарабатывает деньги, Википедии нет рекламы, в принципе, это некоммерческий продукт. Это продукт волонтеров со всего мира, которые хотят делиться знаниями. Вот самые посещаемые сайты мира на первом месте, это, конечно же, Google, далее идет YouTube, Gmail, это китайский сайт почты. Вайду, китайская социальная сеть, YouTube, это тоже китайская социальная сеть, Facebook, вы все знаете, что это такое. Soho.com, это тоже что-то китайское. В общем, это все китайские сайты. И вот Википедия занимает 13-е место в мире. В России ситуация чуть получше. Вот русские люди, они больше тянутся к знаниям, и люди, проживающие в России, скажем так. У нас, конечно же, самый популярный сайт, это Google, на втором месте идет ВКонтакте, YouTube, Яндекс, Майл, его одноклассники, интернет, аукцион, Авито, и дальше идет восьмая Википедия, девятые услуги Мистербанк. Википедию на русском языке посещают около полутора миллиарда человек в месяц. А это не википедия на всех языках, об этом я уже говорил, русский около ста миллиардов человек в месяц. Ну, русская Википедия пишется людьми со всего, так сказать, со всего мира, как я уже говорил. Конечно же, большинство проживает в России. Если говорить о Википедии на языках народа в России, то это приблизительно так же. Очевидно, что башкирскую Википедию пишут в основном из Башкирии, но также ее пишут башкиры, которые живут в других регионах России. Также живут и в той или иной степени пишут башкиры, которые находятся за границей. Вот здесь вы можете увидеть нашу конференцию, которая происходила в Москве. Раз в год все википедисты России собираются, когда есть у них такая возможность, и обсуждают проблемы в Википедии, как бы поддерживая друг друга, делясь знаниями, делясь опытом, рассказывая о своих проектах. Вот здесь указана конференция 2017 года, которая проходила в Москве в Некрасовской библиотеке. Вот все мы здесь сфотографированы, и вы можете увидеть вот здесь вот по левому верхнему углу, в традиционных башкирских костюмах к нам приехали представители башкирской Википедии, которые рассказали о своем опыте, о котором мы рассказали многое. В общем, все так было очень интересно. Вы также можете увидеть на этом фото, что, конечно же, состав автора Википедии разношерстный. Конечно, что это, конечно же, большинство молодых людей, но среди молодых людей есть вот и люди, так сказать, серебряного возраста, серебряные волонтеры, за что им огромное спасибо. Далее что? Далее немного расскажу о принципе создания Википедии. Википедия создается под свободной лицензией. Ведь свободная лицензия – это такая штука, когда автор, создавая то или иное произведение, фотографию либо текст статьи, либо написав книгу, либо написав музыкальную какой-нибудь трек, он может им поделиться со всеми, отказаться от своих прав, пользу всех людей мира, можно так сказать. И вот в России на государственном уровне был принят гражданский кодекс понятия открытой лицензии. И вот Википедия создается под этой открытой лицензией. И огромное количество сайтов Российской Федерации тоже переходит под открытую лицензию, потому что все хотят, чтобы их информация была доступна, чтобы этой информацией могли делиться другие люди с кем-то, могли эту информацию перепечатывать, использовать в своих целях. Потому что есть такая информация, которая на самом деле является важной и не нужной. В России под свободной лицензией перешел сайт правительства, администрации президента, всех полномочных представителей, самого президента, министерства различных ведомств. И работа в этом направлении ведется. И я считаю, что это очень правильно и нужно, потому что на то они и знали, что они были свободны и открыты, и не могли их пользоваться всем. Потом что? Немного вот о конкурсах в русской Википедии. И, конечно же, Википедию пишет огромное количество волонтеров. И для того, чтобы этих волонтеров пытаться немного мотивировать дополнительно, в русской Википедии очень часто проходят конкурсы. По данным на сентябрь 2020 года Википедии было проведено 82 конкурса. Сейчас уже больше 100. Эти конкурсы подразумевают призы. То есть, что такое конкурс? Набирается какая-то тематика, и в рамках этой тематики авторам Википедии предлагается писать статьи. Статьи проходят в различных номинациях. Как правило, это номинации на языках народа в России, номинации для новичков, номинации для русской Википедии, другие различные иные варианты. В среднем Викимедиа.ру выделяет около полутора миллионов рублей в год на призы участникам конкурса. Ну и мы стараемся максимально людей мотивировать, потому что, ну, конечно же, кто-то пишет бесплатно, ну, а кто-то вот иногда пишет за такие вот небольшие призы. Понятно, что призы небольшие, там, 5-30 тысяч рублей. Ну, как бы для всех это разные деньги, в целом люди как-то мотивируются. Теперь я коротко очень расскажу о проекте «Выпускники и наставники». Проект «Выпускники и наставники» – это такой вот проект, который Викимедиа.ру реализует совместно с фондом президентских грантов. Из фонда «Иннопрактика» Викимедиа.ру подала грант. В рамках этого гранта мы стараемся работать с вузами Российской Федерации с целью увековечивания памяти выдающихся наставников, выдающихся выпускников этих вузов на страницах электронной энциклопедии и гипетии. То есть, к примеру, если мы возьмем опыт Соединенных Штатов, то в них при каждом вузе имеются различные клубы, различные объединения, в рамках которых студенты учатся, они объединяются. Далее, после завершения вуза они дружат, они помогают друг другу. У нас в России, к сожалению, такой практики нет. Конечно же, сейчас, вот, кстати, хочу отметить, что в последнее время такие клубы постепенно пытаются сдаваться. Потому что, конечно же, важно, чтобы человек, закончив вуз, ведь самые лучшие годы своей жизни он проводит в вузе, да, он получает за эти 5-6 лет базовые знания, он становится умнее, он выбирает свой путь в жизни, скажем так. Конечно же, связь с вузом всегда нужно поддерживать в моем понимании, стараться прославлять свой, свою альбоматор, стараться делать максимум для того, чтобы имидж вуза был хорошим, чтобы люди желали в нем учиться. И вот именно для этих целей мы и придумали наш конкурс. В рамках этого конкурса мы ездим по университетам, рассказываем о том, как редактировать Википедию, рассказываем о том, как важно сохранять культурное наследие, сохранять вот это наследие преподавательское, скажем так. Ну и вот этот конкурс у нас сейчас проходит, этот проект у нас сейчас реализуется. В рамках этого проекта у нас сейчас идет конкурс выпускники и наставники. В рамках этого конкурса, соответственно, мы предлагаем людям писать статьи. Ну, помимо этого, Wikimedia.ru также занимается изданием различной литературы, которая посвящена общественному достоянию, авторскому праву и, конечно же, непосредственно редактированию статьи Википедии. И вот не так давно нами был выпущен первый учебник по Википедии, который, в принципе, емко, не сказать, что прямо сложно, а так даже очень-очень емко рассказывает о том, как Википедию редактировать, как это все на самом деле просто. Там, конечно, очень много стриншотов, там очень-очень подробно все рассказывается. И после прочтения этого учебника, в принципе, любой более-менее грамотный человек, даже, я даже не знаю, мне кажется, что даже ученик 6-7 класса, прочтя этот учебник внимательно, может спокойно сесть и за вечер написать статьи Википедии. Если кому-то интересно, перед вами QR-код, нужно на него навести и наш учебничек, так сказать, скачать. Ну, на завершающем слайде я всех благодарю за внимание. Если есть вопросы, задавайте, я с радостью и с интересом на них отвечу. Поэтому очень прошу не стесняться, а задавать вопросы, если они есть. Все, демонстрацию экрана я отключил. Традиционно вопросов у нас, как всегда, нету, к этому мы уже привыкли. Ну, в общем, вот как-то так. Если есть что добавить, зайду на Рустам. Если хотите, пожалуйста, добавляйте. Рустамарай, ты здесь, да? Что-то я не слышу, Рустамарай. Я хотела попросить его. Я здесь. Рустамарай, расскажи, пожалуйста, про онлайн-школу и про степик чуть-чуть. Чтобы они учебники сразу могли. Минутку, сейчас. Я закончу. Меня тут что-то сверлит, я вдруг попробую включить. Так, тогда останавливаю запись, да? Да, можно. Я все рассказал, да, в принципе, что уже добавить-то особо там. Ну, про онлайн-школу и про степик можно тоже записать, в принципе, ничего страшного. Ну, хорошо тогда. Тогда я тоже открою демонстрацию экрана. Открою свою онлайн-школу. У кого? Дима, у тебя урчит? Да, по-моему... Да, вот выкручился. По-моему, у тебя где-то что-то урчит. Да, 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 это у меня там снизу, видимо, соседи. Ремонт затеяли. Все, отключаю звук. Не видел. У меня сделана страница на площадке Метавики. Онлайн-вики-школа. Мы здесь размещаем объявления, программы курсов, учебные материалы, ресурсы. И главное, здесь мы вот размещаем расписание. Сегодняшнее занятие я, конечно, не успел записать, но мы запишем, да? Дополним. Что интересно, я формирую свой список учащихся, слушателей, чтобы отслеживать их успехи. Во-первых, вот здесь я сейчас с нового учебного года разместил массу ссылок на главной странице. Можно пройти, заполнить анкету слушателя нашей онлайн-школы. И я с вами буду контактировать. Я, Зайтуна, будем контактировать, вас отслеживать. Нужен вас телефон, ваш нужен e-mail. Вот. И мы в прошлом учебном году мы сами читали, вот в таком формате уроки читали. Вот как сегодня Дима читал, Дима читал, Зайтуна и я. Ну, с нового учебного года организация Wikimedia.ru запустил онлайн-курс. Вот его введение в Википедию называется. То, что мы тоже читали, то, что вот учебник показывал, Дима, вот. Она изложена вот в этом онлайн-курсе. Чем удобно? Если мы прошлый учебный год читали, значит, приглашали на занятия, на онлайн-занятия. Не каждый мог прийти. Кому-то неудобно по времени, кому-то что-то жизненной ситуации мешает. А вот сейчас есть онлайн-курс. Вот можно пройти туда и прочитать. Кроме этого, мы еженедельно будем проводить, вот как сегодня проводим свои занятия, практически, теоретически, вот по этой ссылке, которую вам сегодня, в принципе, дали. Но какие занятия будут проходить? Вот можно следить по расписанию, которое я уже показывал. Вот его ссылка тоже. Значит, кроме этого, что еще? Следующий портал онлайн-вики-школы на мета-вики. То есть вот этот портал, расписание и консультации повторяются. Что, когда в онлайн-вики-школу, когда в степик мы зайдем, я еще покажу класс, наш класс в степике онлайн-вики-школы, чтобы я мог там отслеживать, мы могли отслеживать ваши успехи, как проходите. И кроме этого, мы вот в YouTube-канал выкладываем все записи всех наших уроков, там можно пройти. Кроме этого, у нас в ВКонтакте есть своя группа, можете записаться в группу. И есть у нас чаты ВКонтакте онлайн-вики-школы, но там мало подписчиков в этом чате. Ну, основной вот у нас чат Вики Куралтай. Ну, в принципе, мы можем отдельный чат со студентами сделать. Вот я предлагаю все-таки, чтобы мы с вами оперативно контактировали, запомнить анкету слушателям. Пройти вот по этой ссылке. Как стать крутым википедистом. Ну, здесь те же самые ссылки опять повторяются. Ну, вот, чтобы мы могли знать, что обязательно, фамилия, имущество, дата рождения, место работы, учебы, адрес электронной почты, сертификат нужен, не нужен. Ну, в степике, в принципе, сертификат выдает всем. Ну, и согласен на обработку персональных данных. Это уже весь закон, потому что мы у вас персональные данные спрашиваем. Поэтому вот эту анкету заполняйте. Она у меня в общую таблицу. Оттуда я уже, мы будем отслеживать, контактировать с вами. Ну, что касается, вот лучше пройдусь сейчас в онлайн-курс. Онлайн-курс в степике находится. Есть такой курс «Введение в Википедию» называется. Начинаете читать по этапу на каждый урок. Дима, сколько там сейчас уроков? Всего? По-моему, 13. Ну, это 13 тем. А, 12 тем, а уроков около 10. Да, это тема отдельных. А этот же вот каждый практически тема – это урок отдельный. Но, в принципе, можно за вечер там несколько тем даже пройти. Вот мы рекомендуем пройти этот курс. Вы получите по завершению автоматом выдают сертификат. Притом сертификат двух видов с отличием и простой сертификат в зависимости от вашего успеха. Вот я найду, не найду. Сейчас, куда я, интересно, свой сертификат закинул. Хотел показать. Так, сейчас вот не вспомню, где он, сертификат. На почту наверняка пришел. Да, скорее всего, на почту. Да. Найду, не найду. О, сейчас... Ладно, как-то я его найду, вывешу сертификат. Вот, элементарно открываешь урок, читаешь каждую тему. Потом вот в таком, где вопрос, задается вопрос, отвечаешь и проходишь дальше. И вот так набираешь, как бы, значит, знания. Вот у меня здесь создан... И вот этот мешает. Мои курсы, класс. И вот я там, ссылка была. Есть класс онлайн веки школы. Надо вам... Если, чтобы мы вам могли помогать, записывайтесь в этот онлайн веки школу. И я уже... Мы уже отслеживаем, кто как проходит курс. И предлагаем... Будем проводить практические занятия, ну, консультационные, так скажем, занятия. Вот, можете, не записываясь, пройти весь курс, получить сертификат. Это теоретические знания. Ну, и надо выполнять практически... Вообще, работая в Википедии... Вот я сам 16 лет начинал в практике. Самый эффективный метод познания – это метод тыка. Потыкать и получить какой-то навык. В Википедии, что интересно, можно без боязни, без опаски тыкать на любую кнопку. Она куда-то выведет, что-то расскажет. И не надо бояться, что что-то, что-либо испортишь. Потому что технология так построена. Можно в любой момент, в любую вещь, действие отменить, откатить обратно. Да, Википедию сломать невозможно, да. Википедию сломать невозможно, да. Мы вот динозавра, так скажем, я себя динозавром называю. Поэтому мы знаем, что его сломать невозможно. Даже при большом желании. Это невозможно сделать. Вот достаточно, да, взять? Или еще что-то? Достаточно. Вот, пожалуйста, учитесь, получайте навыки, сертификаты. Жизни пригодится знание, в любом случае. Жизни пригодится. Вреда не будет от знаний. Только польза. Вопросы? Так, я тогда запись остановлю. Угу.